Рассказываю, как мы с Женей сделаем вообще крутой ремонт там. У нас такой фигни нет. У него там нет ни хрена, а он хочет со мной там попало. Вы чё, вы мне чё сказали, если у тебя было бы вот таким образом осмечено? Это нельзя было даже изначально увидеть и понять. На какой ты стадии того, чтобы сделать так, чтобы вот эта папка появлялась примерно в начале пути? Да, захочет он, ага. Бу-бу-бу-бу-бу. Эксель. Нет, нет, это круто. Не бывает, не бывает, Сань. Чё ты ржуешь? Всем привет. Не перематывайте, сейчас будет очень интересная информация. Многие знают, что мы устраиваем День строителя уже очень давно. Вначале это были какие-то просто посиделки в ресторане. Потом это были какие-то загородные посиделки. Потом мы снимали целую базу. На следующий год мы делали мероприятие футбол. Мы играли в футбол команды, было очень весело. Потом мы делали мероприятия в клубах. Потом мы сделали в прошлом году целый такой фестиваль на 500 человек. Мы планировали, пришло гораздо больше. И там было большое количество спикеров и мало времени пообщаться. Мы многое учли и сейчас мы приготовили для вас целый фестиваль. Что будет у нас в этом году? Внимание! Первое и самое главное. На сцене только олдскул. У нас будет всего три спикера и огромное количество времени для того, чтобы пообщаться. На сцене будет Виталян, будни сантехника. Он нам расскажет о том, что это значит быть монтажником, инструменты монтажника и прочее. То есть как он видит свою работу и к чему он пришел. Леха форс-монтаж. Это человек, который проходил все этапы, который оставался один, который падал на дно и поднимался. У него будет целое откровение. Он нам расскажет, что чувствовать и как выбраться из этого. Я расскажу о том, что такое Рувим Групп изнутри. Я об этом никогда не рассказывал. Я расскажу, к чему мы пришли, как я вижу этот бизнес, как я вижу работу в команде, что мы делаем, какие у нас должностные инструкции, регламенты, техкарты. У меня будет огромный большой спич. Я дам и бизнес-инструменты, и коммуникационные, и много всего. То есть я буду общаться с людьми и расскажу то, чего я, наверное, рассказываю только на своих каких-то закрытых мероприятиях. Но самое главное, у вас будет время пообщаться друг с другом. У нас будет огромное количество конкурсов, активностей, розыгрышей и прочего. И, естественно, огромная куча мелких локаций, на которых можно будет пообщаться с коллегами в неформальной обстановке. Это праздник на целый день. Будет, естественно, байкер-шоу, будет кавер-группа, будут диджеи разного направления. Ну и в целом будем гулять, отмечать наш профессиональный праздник. Жду тебя 14 августа. Мневники, байкер-клуб, ночные волки. До встречи. Итак, сегодня у нас в гостях Александр Трушев. Здорово, Сань. Трушнев. Трушнев, мой бро. Так вот, вообще у меня традиция не говорить с людьми до того, как мы включим камеры. Поэтому привет, Саня, рад тебя очень видеть. Привет. Он у нас в гостях. Не знаю, как называется эта передача. Он на самом деле вообще ничего не знает. Я просто говорю, короче, приезжай, мы сейчас запишем крутой подкаст. Мы ни тему не оговаривали, ничего. Первое, что хочу тебе сказать, спасибо, что приехал. В очередной раз ты мне просто веришь. Я искренне рад находиться здесь. Семь, как мы не виделись, да? Ну, мне кажется, даже около года, наверное. Может, около года. Не помню. Ну, много времени прошло. Ощущение такое, что времени пролетело очень много. Да. За последние шесть месяцев много чего произошло в принципе в России и вообще у нас. Как у тебя? Что изменилось? Глобально что-то глобальное произошло? Я занимался монтажом гипсокартона, потом электрикой, потом еще черт пойми чем, дверьми. Все. Сейчас строим компанию, как завещал ты, учил. Стараюсь построить именно компанию, в которой будет холократию. Прям холократию. Ох, мы сейчас поговорим про холократию, потому что у меня прям вообще прям вот... А что такое холократию? О, мы сейчас прям жестко начнем. Что такое холократию для тебя? Ну, когда... Будем немножко ругаться. Когда система работает без участия, без моего личного участия. То есть, ну, ребята сами решают большинство задач и большинство вопросов. Меня практически не привлекает. Окей, хорошо. Мы видим это так. И я уверен прям, что проблем не будет никаких. Какие-то, ну, если какие-то глобальные проблемы случаются, то, конечно, созванившим, решаем. Ну, как правило, все идет... Ну, то есть, давай так, путь монтажника, да, Александра Трушова. Он был следующим образом. Мы вот снимали с тобой. Что у тебя, кстати, изменилось с тех пор, когда ты вот один день с мастером и с тобой сняли? Ну, во-первых, я понял, что один в поле не воин для меня ключом. Тогда это стало. Класс. Я прям прозрел. Ну, и все. И после того, как я это понял, мировоззрение поменялось. И теперь я двигаюсь чуть-чуть другим образом. Раньше я думал, что на самом деле можно одному делать все, а потом, после одного дня с мастером, когда ты мне вот это все внушил, мировоззрение поменял. Ну, я не нашел, просто делился своим мнением, вот как я это вижу. Ну, там же было не как ты делился. Ты взорвался прям, я помню. Ты говоришь, ты в смысле? Ты один? Придурок, что ли? Ну, типа того. Ты еще, ты здесь, ну, так объяснил красиво, что открыл глаза. Вот знаешь, я по поводу холократии поспорил бы, потому что есть среди верхней шапки управления, понимаешь, в чем трудность. То есть, холократия среди линейных сотрудников не работает. Ну, то есть, она может работать в верхней шапке управления, так называемыми топ-менеджерами. То есть, к тому времени, когда у компании есть топ-менеджеры, они могут прийти к холократии. Но если топ-менеджеры соприкасаются с линейными сотрудниками, ну, то есть, в нашей сфере, допустим, грубо говоря, управляющий проектом соприкасается с линейными сотрудниками. Ведь он соприкасается с ними, вот у тебя. Вот у меня сейчас есть разделение, ты знаешь, то есть, мы уже доросли до того, что именно РПшник, потому что у меня есть еще и управляющий по направлению, очень мало соприкасается с линейными сотрудниками. То есть, вот при этом уже, а я многих даже не знаю уже, как зовут. Вот, и это, с одной стороны, и хорошо, с другой стороны, и, блин, и очень хорошо. Ты знаешь? Вот, то есть, с какой стороны ни посмотри, это лучше работает. Но я отказался от истории холократии. Я сейчас иду к истории как раз-таки регламентов должностных конструкций. То есть, вот я убежден просто, что, во-первых, наша сфера не подразумевает эту историю. То есть, это первое. А во-вторых, я вижу так, что если у тебя нет, ну, грубо говоря, четкого задания для мастера, даже если у тебя нет задания для руководителей направлений, ничего не будет, потому что если у тебя четко не прописаны какие-то инструкции, по которым должен действовать человек, то есть, нет материала на объекте, что нужно делать? Мчаться за ним, ехать, бежать или вообще разобраться, а почему его в этот момент, вообще как так допустили вообще того, чтобы его не было? Так вот, холократия говорит о том, что просто человек заранее должен поехать и перевести, но этого не случается. Это, ну да, это какой-то идеализм. Вот, в этом и все есть. А если как-то, а в системе случается? А в системе случается, потому что, если у нас есть чек-лист, потому в зависимости от того, на какой вид работы выходят ребята, и что руководитель направления должен просто проверить наличие инструмента и наличие материалов по чек-листу, не по холократии, там все будет. А если, короче, понадеяться на то, что линейные сотрудники сами поймут, ну как бы нет, к сожалению, так мир устроен, что линейные сотрудники очень плохо понимают, что будет с ними послезавтра. Давай переключимся чуть-чуть на инструмент. Это самая больная наша с тобой тема. Я знаю, ты, как и я, просто фанатеешь к инструменту. Сотрудники покупают инструмент. И какие сотрудники? То есть ты стал, давай, на общем, с того, ты разделил роли в своей компании людей. Да, я же тебе тогда звонил, спрашивал, как у вас устроено. Я еще консультировался у других бригад, как у кого устроено. Ну, все остальные мне прогнали какую-то шляпу. Единственный внятный ответ дал мне только ты. Ну, это, очевидно, была самая правильная иерархия. Вот, есть подсобник, есть мастер, есть ученик мастера, есть там управляющий объектом. У меня нет управляющих по направлению, как у тебя. Ты придешь. Ну, возможно. Вот, нету. То есть у меня сейчас есть управляющий объектом и мастер, бригадир, и его, а он уже сам распределяет, кто у него подсобник, кто у него равнозначный там сотрудник и так дальше. То есть уже мастер сам решает внутри своей команды иерархию. Ну, и решается прям, значит, интересно. Никто не ссорится, у них нет такого, что… Да, да, людям в системе жить гораздо проще, чем без нее. Человеку проще принять, чем взять ответственность. Взять ответственность – это уже вспышка осознанности. Взять ответственность – это суперсложный навык. Он не у всех есть. А принять то, что ему говорят сделать, это гораздо проще. Так мир устроен. И вот даже будучи, находясь здесь, я уверен, что у меня работы там не стало. Все продолжается. Какая-то, если серьезная проблема, да, мне позвонят. Мне придется быть на связи, конечно. Идеального не бывает. Не бывает. Не бывает, зараза. Но, скорее всего, все будет хорошо. Обычно так все. На данный момент работы выполняются сами. Ребята закончили один вид работ на этом объекте. Они понимают, что если здесь сейчас проблемы со снабжением, нет определенных материалов, они могут сразу же поехать на другое место, где уже что-то есть, которое они там либо заранее предусмотрели, либо что-то не доделали, отвлеклись там, какую-то часть сделали здесь и обратно вернулись там опять делать. А инструмент? Как у тебя сейчас устроено с инструментом? Раньше я помню... Я отдал весь свой инструмент уже в бригаду, весь свой инструмент, кроме своего шуруповета лично. Какая ответственность у людей? Ну, то есть ты прям продал, то есть сказал, ребята, вы мне должны такую-то сумму... Нет. Я отдал безвозмездно, они работают. Безвозмездное пользование. Да. То есть, другими словами, сейчас просто убивают твой инструмент бесплатно. Все, что ломается, они коллективно, ответственность за это несут. Ну, изнашивается точно все в любом случае, даже если не ломается. Да, безусловно. Ну, оно привносит деньги. Да. В любом случае. То есть они получили от тебя такую инвестицию ангела. Они получили стартовый комплект, а сейчас, зарабатывая деньги, покупают уже свое. То есть что-то... Вот сломался перфоратор, уже бригадир пошел и сам для своей бригады уже купил инструмент, потому что у него есть средства, он купил. И тот перфоратор, который мой был, сломался, невозможно починить, он поехал на мусорку, но как бы появился другой. Да, статус инструмента теперь это не мой, а его, а мой лежит поломанный. Ну, я на нем как бы уже заработал, все. Ну, отработал. Отработал инструмент, ну, все, ему мусор можно отправлять. Ну, либо чинить, если есть возможность. Ты ввел эту историю инструментальные бабки? Ничего я такого не вводил. Еще не ввел, да? Я даже не знаю, смысл есть вводить. Смысл есть, я тебе сейчас объясню. Очень легко и просто. То есть, смотри, какая штука, когда человек понимает, во-первых, просто так деньги никому не платят. Ну, то есть, никому. Ну, то есть, я считаю так, что и за красивые глазки тоже не платят, и за хорошего парня тоже не платят. Вот ты часто платишь за то, что ты хороший парень кому-то. Вот я так делал в своей жизни очень много. И каждый раз это была хреновая история. То есть, теперь смотри, какая штука. Есть ответственности определенные, да? И иметь свой комплект инструментов – это определенная ответственность. Безусловно. То есть, безусловно, да. И, соответственно, мы ввели у себя, то есть, за инструмент мы берем какую-то сумму. То есть, допустим, мы говорим, что 10% от стоимости заказа для мастера – это инструмент. И в бригаде, в бригаде, сейчас внимание, очень важная штука, в зависимости от того инструмента, какой у кого есть, распределяется эта сумма. Понимаешь? То есть, каждый инструмент стоит денег, в каждая работа стоит денег, и вклад в работу инструмент является вкладом. То есть, если мы с тобой хотим работать, если у нас равный статус, да, мы с тобой два мастера, то почему у нас должен быть разный инструмент? То есть, либо один халявил, а второй покупал его, ну и что его будет грызть? То есть, либо они как-то не договорились. То есть, если они договорились и сказали, все окей, ну то есть, вот у меня так, что окей, вот это распределение, у меня есть регламент распределения денег для линейных сотрудников. У меня это саморегулирующаяся тема. Не бывает, не бывает, Сань, какая саморегулирующаяся тема? Вот мне сегодня, можно у вас две тысячи рублей? Я и ты. Да. Вот я от тебя хожу и каждый день заебую. У меня, например, есть перфоратор, у тебя нету, например, да? Я как бы тебе говорю, вот у меня есть, у тебя нету, будешь меньше деньги получать, пока ты там не купишь себе равнозначное что-то. Да. И в итоге, либо ты это сделаешь, ну либо останешься при меньших бабках, вот и все. Вот, да, правильно. Ну, вот я про это и говорю, вот про такую систему. Само, то есть, чтобы ты понимал. Так, если у тебя нет этой системы, то есть у тебя нет такой системы, что они там сами договариваются. Как они могут сами договориться? Договариваются? Вот именно договариваются. То есть, договариваются, что я куплю, да? Он договорится, обещаю, что куплю, да, вот так. У меня есть строительная группа в Телеграм, там все строители Армавира самые нормальные. Я с ними общаюсь, мы постоянно устраиваем встречи, там кофе пьем и все такое. Выясняем между собой, кто, как строит бизнес, кто как работает, у кого сколько работы, какая занятость и так дальше. И почти все говорят, вот это проблема, у меня там есть все, у него там нет ни хрена, он хочет со мной там пополам. И понимаешь, проблема у всех, да, вот это проблема. Это классика. Одно и то же, все говорят. У нас такой фигни нет. То есть, если на человека какого-то нету чего-то, постоянно идет давление от других ребят, которые там больше вложились, он либо в итоге бабок меньше получит, либо купит и все. А как, насколько меньше он бабок получит? Они там решают бригадисами. Ну, согласен, что вот если бы это шло сверху, то это было бы более правильно. Но если бы ты был вот регламент, допустим, о том, что вот такая сумма, она удерживается на инструментах. Мне для этого нужен человек, который бы это регулировал, хотя бы составил статистику, то, что есть и какая значимость у каждой единицы инструмента. Ну, правильно? Ну, не так, все просто, на самом деле, все банально просто. Вот есть инструмент, вы его посчитали, всю кучу там у вас, ну, для того, чтобы сделать объем работы, нужно на миллион рублей. Ну, к примеру, да, допустим. То есть, сели полдня потратили на то, чтобы посчитать? Ну, примерно поняли, что плюс-минус там у меня там, грубо говоря, на 300, а у тебя на 400, это плюс-минус одинаково. Ну, когда у меня руки, лапа и хвост, а у второго на 900 тысяч, как-то, ну, как-то есть раз. Хотя, может быть, даже я и мастер получше считаю так, потому что каждый считает, что он мастер-то получше, чем тот второй. А так и есть, и у нас такое есть. Естественно, конечно, так и есть. Просто человек еще не дошел, чтобы он еще не заработал. То есть, если мы берем одну единицу, да, допустим, превращаем миллион в одну единицу или 100 тысяч в одну единицу и понимаем, что если у меня на 0,3, а у тебя на 0,7, значит, мы так и делаем. У меня 0,7 коэффициент, у тебя 0,3. Или наоборот, понимаешь? И, в конце концов, у нас коэффициент сравняется, понимаешь? Но он инвестицию один сделал инструментом, а другой инвестицию сделал знанием. Кто прав? Есть секунды. А второй момент, второй регламент. Спасибо, что спросил. Спасибо, что спросил. Всегда в бригаде есть кто-то, кто является... Какая бы она ни была, согласись сейчас со мной, возможно, у тебя другое мнение, но вот какая бы ни была бригада, все равно есть человек, который отвечает за размеры и качества. Ну, то есть, а второй или второй, третий, четвертый, они просто не коммуницируют все. Когда все коммуницируют, это балаган долбан. Это прям балаган. Это вообще в самых низкоуровневых, низкоответственных бригадах такая ерунда, когда все главные. Так вот, этот человек, который инвестировал в знания свои, и он действительно знает лучше, чем другие, а самое главное, он обладает нечто большим, чем инструмент, он обладает навыками рассказать. Важная штука – знать и рассказывать. И донести, доказать точку зрения. Абсолютно разные вещи. Так вот, если он… Это тоже является определенным коэффициентом к распределению денег линейных сотрудников. Очень важная штука. То есть, она настолько же важна… Я не понимаю просто, как это срегулировать. Легко это срегулировать. Я согласен с тобой. Это и я тебе говорю, да. Вот у меня такой есть бригада. У любого, любую бригаду возьми, любую из двух человек, все равно не будут два в запой. Если они будут два в запой, они подерутся, и все. То есть, всегда есть человек, ответственный за размеры и качество. Я так у себя назвал. Ответственный за размеры и качество. Получает определенный коэффициент от дохода. Понимаешь? Да. Точно так же, как и человек, ответственный, по сути, за какой-то инструмент или что-то еще. А также есть еще человек… Знаешь, всегда есть такие люди, которые… Это вот про роли, да? Про то, что я тебе говорил тогда в машине. Да, да. Однозначно. То есть, который и меньше знает, и инструментов не имеет, но он всегда знает, кто сколько работал. То есть, по его мнению. По его мнению, да. Да. Вот. Да, в его разрезе понимания вообще, да. Конечно. А следующий… Ну, то есть, если мы сделаем самое главное, да, вот я сейчас пишу приложение, уже осталось совсем чуть-чуть. Дорого, жесть, короче. Всегда есть, грубо говоря, какие-то коэффициенты, которые можно посчитать. Вот на Excel, по сути, если честно, можно сделать все, что угодно. То есть, я никогда не думал, что это такой важный инструмент бизнеса. Бизнесом, да. Никогда в жизни не думал. То есть, пока не столкнулся, пока мне не показали, пока мне как котенка носом не тыкнули, не сказали, вот смотри, глянь, вот такая тема, и ты такое… Отрицание, принятие, и потом блаженство. То есть, вот такие стадии работы с Excel у меня было. Вот. Есть коэффициент за… назовем это за ум, назовем это за коммуникационные качества, коэффициент за инструмент, коэффициент за то, что человек умеет и знает читать, а дальше все просто, а дальше есть количество часов. Ну да, да. Деленая на сумму, которая всегда на одна. И вот тебе и идеальное распределение финансов для линейного работника. Вот, ты приложение навишешь? Да, я напишу, покажу, как я себе это вижу, что такое идеальное распределение дохода линейных сотрудников, назовем так, потому что маржа делится совсем по-другому. Ну, там другие принципы немножко, а вот среди линейных сотрудников именно такая история. Что хотел спросить. Вот ты… Чем вообще отличается для тебя мастер с периферии и мастер типа с Москвы? Знаешь, ты такая, он там из Москвы, короче, инстаграмная чика. Есть разница? Ну, наверное… Ты знаком с многими ребятами из Москвы и с многими ребятами с периферии. Ну, я сейчас пытаюсь из головы вот воспоминания, свои знания, да, которые я имею, мнение, да, об этих мастерах в периферии с Москвы. Ну, опять же, это сейчас буквально фантазия, но с Москвы, наверное, мастер больше сумеет речи и быстрее что-то найти, речи и быстрее, там, решить какую-то проблему сложную. А с периферии он сделает это… Меньше ценит свое время. Ну, да. В глобальном плане получается так, да. То есть он уже научился, потому что здесь город одного дела в день, Москва, и, то есть, пока доберешься там куда-то, уже день прошел. То есть нужно так логистику построить, чтобы сэкономить время свое. Потому что иначе нифига не заработаешь, и город тебе этот сожрет. На периферии это не так. В любой момент сел в тачку, поехал, купил. Там два-три самореза надо, просто прыгнул в тачку, поехал, купил. Слушай, скажи, а большая разница между вот этим вот классом, да, строителей, которые работают в периферии, и ребятам, которые работают там, грубо говоря, в столице? Вот мы были в Питере, общались с ребятами, мы были в Москве очень много с тобой, мы много людей знаем. И знаем большое количество людей с периферии. Какая разница вот для тебя? Есть разница? Ну, ценники, другие суммы, то есть понимание цены, там, грубо говоря, за квадратный метр, если ему мастеру из Москвы скажешь, что квадратный метр плитки стоит положить полторы тысячи, он вообще даже этого не поймет, скажет, в смысле? Ну, это вообще не цена, это надо больше, работает, тратится больше, все, наверное, вот так. То есть разница только в цене? Ну, в цене это, ну, то есть само понимание стоимости. Ну, на самом деле, вот мы сейчас сидели с Лехой, с Ковдием общались, и он считает, что ценники выровнялись в России, и я так же считаю. Ну, то есть я считаю, что ценники в России выросли, есть коэффициент на сложность, есть коэффициент на город. Ну, понятное дело, да, что то, что там, грубо говоря, в Москве является средней ценой, то где-то в периферии является максимально заоблачным. Мастер из Москвы по-любому потратит на инструмент больше денег, чем мастер с периферии, то есть редко где найдешь в периферии, капец как редко, чтобы у кого-то было очень качественное там какое-то оборудование. — Оснащение, да? — Оснащение, да. Ну, как правило, все пользуются там простейшим, и того как бы хватает. Вот, требования заказчиков, как правило, меньше. Тут уже сам мастер как себя, сам себя внутри себя позиционирует, как он решает, вот если он решил, что я для себя должен пользоваться только самым-самым-самым, и я вот могу сделать именно лучше всех, и покупаю для себя оборудование самое-самое-самое. То есть вот с периферийного мастера, наверное, такого и такого… — А вот периферийный мастер мастера, в принципе, вот кто он для тебя, вот как ты понимаешь, что это вот мастер? То есть какими качествами должен обладать мастер, вот чтобы вот это был мастер? — Там много составляющих даже, не знаю, какую выделить главную. — Шесть месяцев назад у нас изменилась реальность, ну, примерно, там, плюс-минус, да? Вот, в любом случае, у меня она изменилась сильно. Как это у вас? — Я сейчас, я прям на разрыве в плане строительства, ну, масштабирования. То есть я сделал ИП, для меня было новое открытие, вот эти все налоговые вещи, как в это вникал, сидел ночами, не спал, переживал. Потом там 101 группа тоже купил, тоже его пока внедрял, изучал, еще до конца не внедрил, не изучил. То есть у меня сейчас именно настройка… Настройка, ну, я хочу масштабироваться, чуть вырасти, но не совсем еще понял, как. Ну, там стараюсь, там стараюсь, там стараюсь, и кучу на это времени трачу, что даже на сон толком времени не остается. Вот у меня так пока изменилось. Ну, я чувствую, я рост есть какой-то. Я вижу, что я уже меньше участвую в реализации проекта, ну, то есть только ключевые какие-то вещи я принимал участие. Ну, и занимаюсь уже, многие обязанности делегировал там на помощника. Ну, и дальше вот стараюсь, чтобы выйти на официальные, устроить официально ребят, кому это нужно, чтобы они платили там налоги и так дальше. Я понял. А в плане материалов проблемы есть сейчас? Конечно, есть. Ну, вот унифлота нету. Унифлота нету. Аквапанели нету. С семечками и саморезами была проблема. Сейчас пока есть, мы завезли там огромную партию, но пока есть. Надо будет, кстати, купить. Я же в Москву продаю много саморезов. И не только в Москву. Киров там много. У меня покупают в месяц, наверное, тысяч на триста саморезов. Всяких разных. В разных городах. Даже подвесы, но унюс, я офигею. Нету ни хрена. Киров город покупал. Еще там Челябинск отправлял. Недавно за полчаса. Нет, не запустится. А, но брехалт. За два часа. Продал тысячу ведер. Просто ведер. Тысячу ведер? Тысячу ведер. То есть это твоя медийность тебе помогает это делать или что? Нет. Это я когда-то создал группу в WhatsApp. Армавир профи. Когда-то это было. Давным-давно. Я сначала добавил туда кучу строителей. Оттуда все удалились. Там осталось человек 15. Как-то это развивал. В итоге набралось там человек 300. Нормальных мастеров через паспорт участника. Мы забрали фотографию. Короче, набрался костяк строителей. Потом я с WhatsApp переключил это все в Telegram. Но один день поставил условия. Мы переезжаем в Telegram. Кому не нравится, до свидания. Теперь только Telegram. Все. Переехали в Telegram. И там остались самые, знаешь, квинтэссенции. Самые стойки. Кто хочет куда-то идти. Кто не застрял в WhatsApp и так дальше. Просто купил ведра и продал их в этой же. То есть мне помогла эта группа в продаже. Черные ведра обычно? Нет. Неубиваемые такие пластмассовые ведра. Типа как Ruby вот эти неубиваемые ведра. Ну типа того, да. Так черное ведро, розничная цена обычного, которое ногой долбанул по нему. И нога в ведре осталась, дырка, да. Оно стоит в розницу там 200 рублей. Ну у нас там 220. Ну от 150 до 200. А я продал вот эти ведра по 150 рублей с моим наваром уже нормальным. И ведро, неубиваемое ведро, блин, по 150 рублей. Вот ребятам вот так вот продал. Тысячу ведер за два часа разлетелось. Ну да. А я хочу на эти ведра сделать трафарет, сделать логотип. Это у тебя цена, короче, качество, все вместе вот в один момент. Ну видишь, на этом можно было и больше заработать. Но у меня цель такая. Я хочу на ведра сделать логотип. Я придумал там логотип строительной компании свои типа, да. Что, куда я иду? Закажу трафарет и возьму баллончиком на каждом ведре, сделаю логотип. Вот наш город Армавир, тысяча ведер, одинакового цвета с одинаковым логотипом, но по-любому запоминающая система будет. Я считаю, на каждом объекте будут. Ну да. У кого-то будут вопросы, что-то фигня. Цель такая. Прикольно. Это хороший маркетинг. Да, да, да. Это прям хороший маркетинг. Слушай. Хотя можно было заработать больше. Скажи, пожалуйста, как ты вот видел… Вот здесь, знаешь, ребята, мне очень много кто пишет, и такие, Рувима, там вот проектирование в Исане, там вот это вот… Я тоже много пишу. Я представляю, как меняет, по-твоему, мышление человека, который разобрался в том, как можно сделать для себя тезешки, да? Потому что со всеми конкретными проектами это сложно назвать. Ну да. Но это хорошее техническое задание для самого себя. То есть вот как меняется мышление человека? Ну он меньше. Ты же много замечал? Вот я вот прям наблюдаю и вижу, когда человек начинает понимать. Я называю это вспышкой осознанности. И у него в глазах осознанность. Он понимает, что он делает. И он от этого получает большое удовольствие. Ну вот у меня в бригаде, в одной, во второй, как минимум один человек разбирается в скетчап. В другой бригаде там и скетчап, и архикап. Он же и говорит, что нужно делать. Он же и говорит, да. Он ключевая фигура, да. Вот. И помогает чем? Ответственный за размеры и качества. Да. И меньше ошибок в итоге они делают. В итоге раньше я как приходил, проверял, вот здесь там так, здесь так. Знаешь, когда глаз уже наметан, ты вот эти мелочевки сразу видишь. Не так сделано. Потому что ты уже проходил это. А там ребята еще не прошли. Прихожу вот так, и так, и так. Это все неправильно переделан. После того, как мы с ребятами поговорили, я показал базовые принципы проектирования, все. У кого произошла вспышка осознанности, как ты говоришь, прям четкая формулировка, мне нравится. Теперь и ошибок меньше стало, и как-то проще, лучше идет. Прям помогает работать ребятам. То есть для того, чтобы разобраться в процессе, все-таки немножко современные технологии переложить нужно? Хотя бы чуть-чуть, да. Ну вот всегда на объектах есть ноутбук. Всегда. Ну да. Оно как-то раньше, представляешь, я вот помню… Не представляю. Не было такого раньше. Да, такого не было раньше. Такого… Явно такого не было вообще. Абсолютно такого не было. Да, боюсь представить, что будет дальше. Какие нововведения. Слушай, у меня тут записан один такой вопросик вообще. Это сейчас мне, кстати… Кстати, вот по поводу команды. Самый прикол знаешь в чем? Что, короче, вопросы писал токмастер. Мне не нужны были вопросы. Я говорю, слушай, ну там может что-нибудь тебе интересно, короче. Так вот, у нас больная тема. Где-то вот там вот лежит папка. Это большая папка с двумя штуками. Две папки точнее. И в одной папке уже проделанные работы полностью, да? Что мы сделали? В каком виде? О. Смотри, я сейчас покажу. Вот две папки. В одной из папок, вот смотри, на ней написано два с чем-то там миллиона или это поля. Нужно сколько еще и по каждой позиции, видишь? Посмотри, чистовая, паркетная работа. То есть все расписано. Ты просто распечатал из приложения, распечатал? Нет, нет, нет. Смотри, вот это то, что мы сделали, проделанная работа. Видишь, написано. Вот представь, что это один объект и это середина. Вот сейчас середина. Это проделанное, это нужно сделать. А вы прям знаете все, что нужно будет сделать. Вот я и хотел у тебя спросить, на какой ты стадии того, чтобы короче сделать так, чтобы вот эта папка появлялась примерно в начале пути? Ни на какой. Ни на какой. А как ты считаешь, нужно, чтобы такая папка появлялась в начале пути? Ну, наверное, нет. Ну, видишь... Почему нет? Почему нет? Почему нет? Когда ты приходишь за айфоном? Скажи мне, когда ты приходишь за телефоном. Я понимаю, недавно приходил ко мне в гости, приезжал белорус, Виталик. Вот, белорус. Помнишь, бородатый такой с нами, что ездил в Германию. Вот. Приезжал просто в гости. Мы с ним сидели в кафе. Вот этот же вопрос я ему задавал. Как ты считаешь? Вот прям тоже сидим в кафе. Я говорю, вот ты как продаешь? Он говорит, я продаю готовый продукт. То есть я уже знаю, сколько будет стоить реализация этого проекта. Да. Примерно. И в итоге там, грубо говоря, на демонтажные работы, говорит, я не беру дорогостоящих мастеров, я беру дешевую рабочую силу, очевидно, чтобы сэкономить. Но как бы заранее вкладываю в эти работы больше. Демонтаж, демонтаж. Ну, рознь. Не-не-не. Я сейчас снимаю видос про демонтаж. И, короче, знаешь, у меня две квартиры. Там триста и сто сорок квадратов. Вот. И в них сделали в обоих демонтажные компании демонтаж. И то есть в одной делали более квалифицированные ребята, а в другой делали вообще просто. Так вот в той, которую делали вообще просто. После того, когда они закончили демонтаж и им типа якобы их даже отпустили, сейчас еще там демонтажа нужно сделать на полмиллиона. Потому что висят все подвесы. Все эта штукатурка не до конца отбита. Откосы не сиди отбиты. То, что-то не вынесло. Ну, короче, то есть это ужас. А нормальный демонтаж. То есть это подготовка к объекту. То есть это, ну, прям вот. Вот. И он продает готовый продукт. Он говорит, я считаю это правильным, только так и действует. Каким образом он может прочитать? То есть у него есть все технички. У него есть большой опыт, грубо говоря. Большой опыт и важно, да. Где он уже, как это, без мата сказать. Ну, правильно. Не, он очень опытный. Он сам по себе. Он очень спокойный. Он очень опытный, выверенный. У него психология. Но он очень правильный, скажем так, стратег. Да, да. То есть вот так назовем его. И он, конечно, может посчитать. Но для того, чтобы посчитать, что нам нужно? Можно посчитать. Да. Но есть ситуации там форс-мажорные, да. Их приходится потом обосновывать. Лишние разговоры с заказчиком. Безусловно, безусловно. Но скажи… Нервотрепка. А нервотрепка, а не хуже ли, когда ты, грубо говоря, примерно сказал сумму, а потом понимаешь, что ты даже близко не влазишь в нее, да. Что у тебя там плитка, возможно, из 160 кусков, грубо говоря, у тебя там несколько высот, у тебя в стенах канальные кондиционеры, понимаешь? Вот у меня на объекте не было канальных кондиционеров, висели обычные внутренние. Да, потому что, Игорь, я пришел на объект, у тебя появились канальные кондиционеры. Нет, не так было. Мне заказчик просто один день звонит, прошло уже несколько месяцев, работы уже ведутся, демонтаж весь произведен. Уже там какие-то моменты даже чистовые начали делаться, там штукатурка была сделана. И он приходит, говорит, а я вот хочу, чтобы у меня горный воздух дома был. Я говорю, ну все, сделаем. Вот такая фигня, конечно. Ну, изначально, мы когда с ним договаривались, он говорит, а какая стоимость работы? Вот. Ну, самое мало, говорю, что можно на сегодняшний день добиться более-менее качества, и самый простой ремонт, это 15 тысяч рублей за квадратный метр. Как я с ним договаривался, вот 15 тысяч рублей работы. Ну, и материалы там примерно 20 будут стоить, примерно так. А сейчас вылезло уже в 60, да? Сейчас уже, да, около 60. Потом у нас система вентиляции кондиционирования 3 миллиона стоит, на дом 160 квадратов. Только система вентиляции кондиционирования. Без работы, только материал. Потом отопление. Изначально, то есть, ты же не видел, ну вот, например, я не видел проблем дома сначала, да, до демонтажа их непонятно, а цену уже от меня требуют. Чтобы ты понимал, к чему это залита плита бетонная, на нее поставлен облицовочный кирпич и на нее поставлен газоблок. Между ними воздушный зазор и сама бетонная плита торчит прямо на улицу. Да, я видел, я был в этом доме. И, ну, получается, это мост такой нормальный, мост холода, бетон, да. Толщина стены, думаю, где-то 400 миллиметров примерно. Мне нужно выдавить точку росы на улицу, иначе у меня будут мокрые углы на объекте. Я это понимаю. Потом в будущем будут проблемы. Я дополнительно кидаю контур теплого пола, подогреваю весь периметр плиты. Снаружи ставлю утеплитель, чтобы именно вот эту зону от мороза избавить. То есть я плиту грею, отсюда от холода защищаю с улицы именно. Это нельзя было даже изначально увидеть и понять, понимаешь, на этапе. Там было, ну, до демонтажа даже. Там непонятно из чего были стены сделаны все. То есть надо было, грубо говоря, какую-то комиссию, какую-то экспертизу делать, чтобы список работ составлять, и потом я ему выкатываю с цены. Но когда у тебя нет этого в списке работ, которые были, тебе гораздо проще обосновывать цену, чем когда у тебя была просто голая сумма. Я ничего не обосновываю. Подожди, стоп, стоп, стоп. Не, ну подожди. А ну-ка теперь переобуемся немножко и подумаем на месте клиента, особенно неэспертного клиента. Ну, то есть. И который хочет суммой. Ну, то есть, грубо говоря, ты ему обосновываешь, грубо говоря, все те работы, которые должны быть. Я могу дать суммой. Я ему объясняю. Я могу дать суммой. Нет проблем. Но это будет, это произойдет следующим образом. Либо я потом с вас поплачу, попрошу дополнительных денег, потому что появились новые введения. Ну, то, что ты мне сейчас рассказал, это даже не 1%, я думаю, от видов работ, от того, что нужно было сделать. Это с нормальной вилкой. Это я говорю. 10-15%, 10%, 15% нормальная вилка. Нормальная вилка там, ну, допустим, если мы там берем средний там ремонт, ну, пускай там, не знаю, 50-100 миллионов, ну, у всех разных средних. И даже, ну, грубо говоря, там, в 100 миллионах, 10 миллионов, это всего 10%. И это, ну, мы можем говорить о 1 миллионе и 100 тысячах рублей. Неважно. Да. Это здесь, и это легко обосновывается. Но когда у тебя. Ну, если спит 100%. А, у меня есть прецеденты, когда мы заходили за 35. Деревянное перекрытие. А получалось 75, а получалось 80. Понимаешь? Деревянное перекрытие, вот у меня век такой есть. Деревянное перекрытие. Наверху кладовка, храним зимние вещи, больше туда не ходим. Лестница чердачная. Появляется комната там, санузел, комната, кровать. У тебя перекрытие не предназначено, перекрытие прям переделывать надо. Шумоизоляцию дополнительную кидать. Это сразу удорожание, ну, не на 100%, конечно, удорожание, но процентов на 40, на 50 появляется. А если у тебя было бы вот таким образом осмечено, вот таким образом, ты потом спокойно бы мог сказать, смотрите, вот этой комнаты у нас вообще здесь не было, как и всего пролета там, грубо говоря, как и все, ну, и так далее и тому подобное. И очень легко понятно. То есть я к тому, что в любом случае первоначальная смета, а самое главное проектирование первоначальное, то есть, ну, грубо говоря, технический проект, то есть, знаешь, мы сейчас начали анализировать, и я понял, что, опять же, это все зависит от сегмента, вот, в определенном сегменте, то есть там, где уже спокойно платят за технические проекты, не возникает особых, как бы, сложностей, не особо так и сложно получается просчитать. И вот эта вот идеология о том, что мы не считаем сметы, мы даем прайс, на мой взгляд, она очень шаткая, шаткая позиция очень. То есть, во-первых, тебе очень сложно работать с клиентом на первоначальном уровне, то есть ты должен пройти такой жесткий трескод, контроль, чтобы тебе уже, ну, было доверие, ну, понимаешь, да, потому что, когда ты просто говоришь сумму, как бы, ну, должно быть какое-то доверие к тебе. Если его нет, то придется потратить время на то, чтобы, как сказать, чтобы объяснить человеку, кто ты такой. Вот. Ну да. Такая история. И получается дальше следующее, что, и лично я сейчас убежден полностью, что, заходя на проект, должна быть адекватно, правильно просчитанная смета. Ну, это просто два подхода к ценообразованию, если есть, например, производство, которое производит железобетонные плиты. Стоимость железобетонной плиты на выходе зависит от сырья, да, от бетона, от электричества и от работников. И когда производство строится на процентном соотношении и продажа, да, готового продукта относится процентными к затратам, да, к себестоимости, у тебя как бы есть стабильное понимание, что я всегда получу там 30 процентов своих денег за потраченные, инвестированные туда деньги. 30 процентов – это мой навар, все. Ты знаешь, что ты тысячу рублей положил, тысячу триста забрал. Ну, вот так, Празович. А когда ты завязываешь, ну, когда завязываешь в рамку с тебя ставишь, тут вот двоякая ситуация. Ну, лично для меня это, ну, нестабильность какая-то, понимаешь. Для меня как-то стабильнее, когда есть процент и привязан он к себестоимости. Процент, секундочку, процент привязан к себе с материалом, что ли, или к чему, не понимаю? Ну, вот и работы так же. Ну, не понял, нет, объясни, я не понял, не понимаю. Ну, то есть я не объявил заказчику финишную стоимость работ, не объявил. Я ему примерную вилку дал. У тебя в такой парадигме проще жить? Да, намного, я не переживаю, у меня нет нервных стрессов, ну, переживаний, все. То есть я знаю, что работа, там заливали лестницу бетонную, она стоит 70 тысяч рублей работы. Вот, значит, 30 процентов сверху я там свою взял, за то, что я там вообще присутствовал, организовывал, ну, свою работу я продал, объяснил и защитил. У нас изначально и договорено было, что на оценке 30 процентов. Ну, на работу других организаций. Да. Ну, да, нормально. На материалы за логистику у меня наценка 20 процентов, за то, что вообще там кто-то этим чем-то занимается, я там делюсь с теми, кто занимается. Это больше, чем у меня в два раза. Ну, у меня и скидки офигенные, то есть я отдаю скидку заказчику полностью свою. Ну, это понятно. Местами скидки 30 процентов, но я в том смысле не заморачиваюсь, то есть я продаю по цене, которую магазины некоторые даже не покупают заказчику, просто я имею за это суету. Ну, да. Деньги. И, ну, блин, как-то правильно. Ну, правда, понимаешь? То есть я не вру, не вдумываю. Просто смотри, для того, чтобы построить график работ, опять же… Я просто это к плите в железобетонной привязал, для того, чтобы… Есть же такие структуры, есть же такое ценообразование, построение ценообразования, процентная привязка… Давай, давай так, давай… Нет, давай я спрошу по-другому. Если ты считаешь проект по картону, вот конкретно говорю тебе то, о чем ты хорошо точно знаешь, ну, или возьмем электрику, ну, давай лучше картон, и ты его посчитал полностью так, как ты это делаешь, то есть ты знаешь все там развертки длинных профилей и прочего там, количество фрезеровок, слоев картона и всего-всего-всего остального. Насколько цена твоей работы изменится по пути? У меня, если есть готовое решение, готовая система, ненасколько не изменится, только изменится на форс-мажорные обстоятельства, как война какая-нибудь, например. Вот, вот, а что мешает… Теперь давай немножко пофантазируем. А что мешает сделать то же самое с электрикой? Мы, если строим какую-то Москва-Сити-башню… Не-не-не, если мы строим… Мы с тобой еще… Мы не готовы с тобой строить Москва-Сити-башню, даже если нам зададут X-3 от того, сколько она стоит, мы с тобой на ней обостремся. Понятно. Я говорю, там привлекается куча людей, которые… Эксперты, спецы, и тендер уже продан, есть уже подрядчики, почти все, вся система почти уже готова. То есть дальше нанимаются спецы, которые готовят техническое задание, весь список работ, очередность, выполнять поставку материала, все. Это целый, как это, отдел людей работает. Конечно. Я один, и моя команда, которая у меня, никогда не смогут на данном этапе, пока на данном этапе, не сможем просчитать весь спектр работ, которые могут проводиться. С какой погрешностью сможешь? Не знаю. Я даже не думаю в эту сторону, пока что. Ну а вот прикинь, все вокруг будут считать, и тебе придется. Ну то есть как такси, да, было. Я люблю такси, пример приводить. Знаешь почему? Потому что когда-то реально такси стоило очень дорого. Оно того не стоило. Они просто брали деньги только потому, что они знают, куда ехать, где стоять. Ля-ля-ля-ля-ля. Что произошло? Что произошло с ними? Они умерли. Ну то есть в смысле, короче, сейчас ты не хочешь ехать, поедет другой, понимаешь? Да. То есть вообще за две секунды. Даже тебе знакомиться же, говорить ничего не надо, понимаешь? Поэтому, ну то есть прогресс их съел. То же самое однозначно нас ждет. Ну то есть насколько проще, насколько проще тебе будет общаться с клиентом, если ты будешь знать, что, грубо говоря, что работы вы действительно не просто тридцать тысяч, ну сколько у тебя, что за тачка у тебя? Не, ну наверно сорок пять. Так вот так и выглядит это. Сорок пять. Когда ты рамку говоришь, так это и выглядит, понимаешь? Вот я вижу это так. Пришел какой-то хрен. Да. Вот как ты их показал. Сорок пять все. И делает. Ну и все. Вот так. Несправедливо ведь. Ну да. Вот. Вот. Что и делать теперь? Мы с тобой... Ты мне доказываешь вот такого типа, который пальцем мне батыка это говорит. А я тебе доказываю проценты. Короче. Смотри. Я про то, что... Ну вообще про ценообразование и про стоимость предварительную. То есть, ну как ты... Хоть хорошо. За сколько твой клиент знает, сколько денег он потратит? Среднестатистически, понятно дело, что вот как бы... Ну... За сколько ты его предупреждаешь? Ну то есть, либо ты там делаешь на 2 миллиона, а потом ему бах выставляешь. Вот мы на 2 миллиона сделали. Пожалуйста. Я взял деньги. Да. 2 миллиона, 5 миллион, 500 тысяч каких-то сумм. Да. Мы вырабатываем. Выработали, закончились. Нет, нет. Вот смотри. Допустим, начались картоновые работы. Я перед началом картоновых работ примерно пересчитал, выдавил там плоскости туда-сюда. Смотрю там, ага. Что у нас тут там? Детская ля-ля-ля-ля-ля. Выходит там 160 тысяч, то там 29, туда-сюда. Ну, короче, там выходит 230 тысяч рублей. Примерно, да, грубо говоря. То есть, перед самым его началом. То есть, ну, перед одним видом работы. Это можно посчитать. Мы еще не про малярку говорим, а про... Это можно посчитать. Это предварительный отчет. Вот такое, что даже вот Игорян про хаус. Да. Вот мы ехали сейчас с ним сюда, в Москву. Вот буквально сегодня. И общались, чтобы не уснуть по пути, общались. Он говорит, мы когда делаем техническое здание для воздуховодов, мы требуем от дизайнеров освещение. Потому что сами осветительные приборы, они могут в потолок зайти на какую-то глубину. Изи. Всегда это стандартная тема. И дизайнеры говорят, ты никто никогда не требовал и, как бы, ну... То есть, они даже не знают. Ты даже не сможешь... Да никто никогда не требовал кто. Ну, то есть, потому что вы никогда ничего не делали. Вот так нужно отвечать. Поэтому вас никогда никто ничего не требовал. Да. И дизайнеры, чтобы ты понимал, у меня в «Аромавире» есть дизайнер. Ну, не у меня, а знакомый дизайнер есть. Которая чертит проекты от руки. И потом, когда я переношу это в программу, и уже это мы смотрим в масштабе... Смотрим, да, видим. Да, смотрим, как оно и есть в проекции, да, в изометрии, да, то нифига не получается. Не то. Вот она нарисовала вроде как похоже, а я тот же самый ракурс ставлю, но не то. И оно не попадает. Она пятиметровые кухни в трехметровые проемы вставляет. Понимаешь, это какая-то фигня. Каллиграфия, как это называется? Когда на ручках херачат, да? Да. Прям при заказчике. Оно прикольно выглядит. Выглядит прикольно. Ручная работа, крафт там или как это там, хендмейт, все такое. Но по такому проекту я точно не смогу просчитать точную стоимость, но этот дизайнер пользуется спросом. Говорить умеет так всегда в жизни. Вот. Кто умеет говорить, того и тапки. Ну, это короче... Ну, то есть вот эта вилка, она должна быть там X3, я не знаю. Ну, X3 это жестко. Как защитить себя от... В смысле, так и получается. X3 это преступно, я тебе больше хочу сказать. X3 это преступно. Ну, это просто, это часто может убить просто клиента. Ну, как-то. Да. Вот я эту рамку и ставлю. Вот у нас была по картону такая фигня. Когда-то давно с этой дизайнер. Делаем ресторан. Она нарисовала там столько-столько квадратиков, а их получается надо в четыре раза больше. То есть она нарисовала примерно. Я говорю, вот такие размеры. А уже куплены гипсовые модули, они определенного размера. И под них мы получаем гипсограну, квадрат там подстраиваем. А нарисовала там их десять штука. Нужно сорок. Ну, иначе не получается. И рисунок мы масштабировать не можем, потому что это все куплено. Да хера бабок стоит. Ну, реально получается X3, X4. Вот хер знает, знаешь. Не, ну это исключение. Слава богу, это сейчас является уже исключением. Ну, когда я показал это на чертеже заказчику с ноутбуком, он такой, вау. Оказывается, это совсем не то, что мне дизайнер дала. Но все равно она ему делает остальные дома, понимаешь. Ой, их что? И как с этим бороться? Я не знаю. Да и надо с этим бороться. Оно само по себе пройдет. Поверь мне. Есть вещи, с которыми надо бороться. То есть как бы это нет. Это с этим бессмысленно бороться. Вот на самом деле я понимаю, насколько бы упростило взаимодействие с заказчиком, доказывание цен там и все такое. Готовая, готовая вот такая папка. Да, конечно. Это просто, ну это вот как, товарищ, холократии не бывает. Это вот, типа того, мне кажется. Ну да. То есть смотри, какая история. То есть есть вот две бутылки, да, которая белая, да, такая понятная там в ней вода вот эта вот. И какая-то черная такая, знаешь, закрашенная. Представь себе, да, вот ты хочешь пить. Тебе нужно пить, явно пить. И тут тебе приходит тип весь такой, мы сметы не считаем, мы то сё, но мы там мега крутые ля-ля-ля-ля-ля-ля. И ставит тебе эту долбаную черную бутылку. А второй приходит другой чувак, который говорит, ну смотрите, как бы у нас как бы вот так, вот это, вот это. И ставит тебе на стол белую прозрачную воду, которая у тебя уже слюнки текут. Ты куда выбор сделаешь? Если ты садомазохист, ты, конечно, купишь что-то черное. Но я имею в виду про конкуренцию. То есть если будут ребята, которые при прочих равных, заметь, при прочих равных, у нас одинаковый продукт. Но я прихожу и говорю, что у меня будет вот столько и вилкой десять процентов, ну в грубую, да. Вот это вот. В минус вряд ли она уйдет, конечно. В минус. Ну такое может быть, ну допустим, то есть, ну допустим мы изменим. Мы изменим патолог гипсокартоловый на натяжной. Ну да. В порядке уйдет, уйдет. То есть такая ситуация. И придут ребята, которые скажут, вам что нужно, ремонт или смета? Ну это как 101 они говорят. Вот. Понимаешь? Ремонт или смета. Ну такое себе. Я веду три объекта по такой системе и пока все нормально. Один объект у нас. По системе какой? Никаких смет, только прайс? У меня даже прайса нет. Армавир. Что ты ржешь? Вот вся разница между Армавиром и Москвой. Ребят, даже прайса нет, все нормально. Вот. А здесь сожрут просто и выплюнут. Сожрут и выплюнут в Москве. Это по поводу разницы между подходом москвичей и вообще в принципе вот столиц и короче периферии. Хотя с другой стороны, ну блин, это настолько шаткая тема, прям не хочу. У меня прайс есть. Я могу показать, но там позиции там, ну то, что мы, именно мои бригады делают. Вот эти позиции там есть. Вот там. Ты еще не дорос от биктивного. Конечно. Это да, это еще, ну я думаю лет пять надо хотя бы, чтобы построить более-менее внятный прайс. Ну эти пять лет пролезят очень быстро. Я тебе могу упростить. А когда появится, кстати, прайс, тогда, наверное, можно и посчитать вот типа того что-то. Так вот, вот мы про это и проходим. Видишь, как оказалось, куда мы копнули. То есть, когда мы начинаем копать, а чего же так, а почему же так? Так может, ну как бы стоит докопаться? Почему? Виталик продает нормально вот проекты по фиксированной стоимости. У него все хорошо и деньги имеет хорошие. Виталик, это кто, прости? Зарабатывает. Беларусь вот бородатый. А, все-все-все, да. Ну почти уверен, да, естественно. И причем я уверен, что он в рынке работает. У него все хорошо, да. И он в рынке. Ну то есть, он не где-то в облаках там, где-то там, непонятно что, непонятно. Ну, как он говорит, чуть-чуть выше рынка. Нет, конечно. Да. Но если посчитать все вместе его, то что он делает, то есть, понимаешь. Ну ценность его, да. В чем, да. Вот посчитать ценность человека, то есть вот ту цену, которую ему платят, он сто пудов в рынке, я уверен. То есть, как бы, а то еще и ниже. И ниже. Вот. То есть, тут, да, все понятно. Пока, короче, вот, может это можно и назвать молодой компанией, все, вот пока так. Да. А у вас готово все? Нет. Ну ладно. Но мы шагаем. То есть, мы сейчас приняли решение, что мы… Прайса не будет. Смета будет. Смета будет. Мы сейчас считаем квартиру 300 квадратов. 350. Ты тратишь на нее неделю времени? Я тратишь на нее деньги заказчика. Я это не делал. Ты же меня знаешь. Я, типа, благотворительностью в жизни не занимаюсь. Такая история. Не занимаюсь. Я тебе покажу, как мы продаем сейчас. Это просто искусство. Все, понял. Это реально искусство. Это, как бы, тема вообще отдельного подкаста продажи, да, в стройке. Почему люди верят людям, какие нужно делать презентажки, какие должны делать PDF, какие нужно снимать видосы и прочее, и прочее, да. Это отдельная, отдельная тема. Но я тебе так хочу сказать, что сейчас мы считаем, вот эта там квартира, грубо говоря, там 120, грубо говоря, да, у нас там есть и 160 и больше, меньше. И мы сейчас поставили себе задачу. Мы просчитали, причем просчитал серый. Серый. Ну, все управляют. Понимаешь, в чем кайф? Разделение. То есть у меня управляющий по направлению, это управляющий по направлению, у которого есть должностные инструкции. Он не может просто вот от это самое. Это его непосредственная задача. Ну, серый, ты управляющий по направлению монтажным работает? Не, серый у меня РПшник. Так вообще. То есть серый руководитель проекта. То есть он даже не управляющий по направлению, но руководитель проекта. И он дрючит, короче, этих самых. И он знает, как, и он делает сам. То есть он сейчас просчитал практически полностью, причем, за которую он голову несет, он знает ответственность, то есть, грубо говоря, он где нужно. У нас есть технические проекты, где нужно, у нас есть, что-то мы там картончик просто повыдавливали, понимаешь, быстренько сделали. Мне такого человека прям не хватает, конечно. То есть, как бы, ну… Забрал ты у меня серого. Оно само собой получилось. Серый. Захочет, пускай возвращается в Армавир. Да, захочет он, ага. Вот, такая. Да дело даже не в этом. Может, захочет сам там работать или еще что-то. Короче, смысл в том, что это сделал не только серый, это сделала вся система, понимаешь? Потому что серый Баддин это не сделал. По одной простой причине, ну, по многим причинам, да? Скажем так. Вот. И даже, более того, я тебе так хочу сказать. У него бы мотивации не было сделать это. Понимаешь? Не было бы мотивации. Самая важная, самая штука – это мотивация. Мы можем свернуть горы, да, мы можем свернуть горы, только если мы этого хотим. То есть, вот, ну, как бы, ты можешь придумывать все, что угодно, там, ну, короче. Ты придумаешь даже все, что угодно, если тебе не кайф. Такая тема. Так вот, сейчас мы просчитываем полностью человеку предложение, которое изменится плюс-минус 10%. Ну, вот он нет скажет. Что нет? Или он не скажет? Не скажет нет, он пускай идет. Во-первых, он не скажет нет, он нам уже предоплату оставил. А во-вторых, если мы докажем… А он просто возможность корректировки… Если он посмотрит, что, короче, у нас что-то, по его мнению, выше рынка, и мы не сможем это объяснить, чего ни разу в жизни не было. Ни разу в жизни этого не было, чтобы мы не могли объяснить, почему это стоит столько. И более того, тебе хочу сказать, что на бумаге очень легко сравнить и доказать, что, короче, это, во-первых, а столько стоит. Что помогает нам это сделать? Это уже вторая часть. Это уже техкарты. Ну, да, да. Это совершенно другая история, что помогает нам объяснить человеку ценность шлифовки бетона перед заливкой стяжки. Понимаешь? Или что означает… А вот такая ситуация, когда он возьмет всю твою смету, действительно посмотрит… И пойдет. Нет, не пойдет. В итоге скажет, да, 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 просто откроет последний листик и посмотрит итоговую стоимость. И все. И скажет, окей. И скажет, окей. Да. А может быть, знаешь как? У нас есть такая история. Ведь каждая эта штука просто так не появляется. Ты же понимаешь? Это не моя прихоть. У нас случилась проблема. Мы сказали… Вот, видишь, на две части поделенные. И вот здесь ровно у нас закончился предполагаемый бюджет. Да. Понимаешь? Это не просто так. Никакие бумажки, никакие вот здесь штуки не появляются. Вот там стенка, видишь? На ней есть очень много задачи в работе, что мы там делаем, доска идей и так далее, косяки разные. Потому что, короче, это появляется. Так вот, что случилось? Случилось то, что у нас появился регламент о том, что руководитель проекта должен обязательно предупреждать клиента о том, что его первоначальные наши какие-то договоренности на какую-то смету могут закончиться. Не в тот момент, когда они закончились, а в тот момент, когда внесли самые первые изменения. В тот момент, когда мы поняли, что… Прикольно, да. По нашей схеме. То есть у меня сейчас, смотри, есть так называемый агрегированный план-график. Да, четко. Я понял. Это что-то среднее. Ты не можешь без этих бумажек сделать так, чтобы ты видел на бумаге, то есть как канбан, там ля-ля-ля-ля, а есть агрегированный план-график. То есть это что такое? Это ответственный, задача, человек, бюджет на эту задачу, грубо говоря, и даты. И они дальше высвечиваются, короче, в схему, дорожную карту, как мы идем. И когда мы видим, что вот здесь вот у нас был план, а есть факт, понимаешь, есть план-факт. Каждый недельный план-факты, грубо говоря, там идут. И мы понимаем, что вот здесь план-факт у нас, мы, короче, вылезли. Мы бу-бу-бу-бу-бу, экс-сирена, да. Сигнализируем клиенту, ты знаешь, бро, а, короче, ну, вот здесь вот это то, вот это то. И для него… Не считаешь ты это нервотрепкой заказчику и себе? Это… Ты смело идешь на разговор? Я считаю… Я максимально смело. А вот Сережа как раз-таки нет, и мы учим его этому, чтобы он максимально смело шел. Очень многие люди, они опускают голову, им сложно это сказать. Они боятся, они… Но зато потом почему-то… Они две недели не спят перед этим, короче. Вот я и сам это проходил. Это такое-то самое. Это потом вот так вот, короче. Ну, там, вот там, вот там, Сергей Павлович, короче, вот это мы сделали. Он такой, а что? И дай бог, когда Сергей Павлович так просто смотрит… Что, сколько там? На пятихатку там? Ну, ладно, короче, там типа все окей. А когда Сергей Павлович говорит, вы что охуи? Вы что? Вы что? Вы мне что сказали? Вы мне сказали 35 тысяч, короче. Это, блин, и так было много. Вы мне 70 выкатывайте. Вы пошли нахер отсюда. И вот тут начинается самый страшный сон. Гораздо проще предупредить вот на вот той стадии, предупредить, что мы уже не вкладываемся. И дальше, исходя из этого… И объяснить причину, да. Да. Исходя из этого, по план-факту, короче, ты идешь дальше, понимаешь? Вот это называется компанией. То есть и такие ребята выдавят чуваков с рынка, которые просто продают в черные бутылки. Да. Варианта нету. То есть, ну, там еще много всего. Это же еще должна быть… Ты знаешь, мы сейчас говорим только о каких-то бумажках, каких-то прайсах, каких-то еще… Это надо быть прям мощным. Прям мощным. Опытным. Ну, опытным игроком на рынке. Прям мощным. Ну, кто побеждает на ринге. Опытный боксер. Да. Понимаешь? Это и есть дыхание. То есть, это и ты предполагаешь. Короче, слушай, тебе еще нужно три раунда. Или тополя. Тебе сейчас не вариант, короче. Сейчас подожди. То есть, тут то же самое. Вот так работает. Согласен. Я тебя убедил, видишь, в очередной раз. Не, я это понимаю. Ну да, ты убедил. Мы с тобой об одном и том же говорим в итоге, но разными словами. Ну да, мы пришли действительно к общему пониманию в этом плане. Да, варианта нет. То есть, какая штука? Нет предела совершенства. Сто процентов. Ну, то есть, это вообще-то… Есть здравый смысл. Это дно, да. Мы не говорим, что нужно копать до каждого там миллиметра. Это, ну, глупость. Но какие-то ориентиры, границы мы должны обозначать всегда. То есть, грубо говоря, строить вот эту дорожную карту, по которой, короче, нужно идти. Если ее нет, ты даже не понимаешь, что ты идешь не туда. Ну, ты понимаешь, когда у тебя ее нет, когда ты, короче, ничего не назвал, будет, как будет там, а когда сделаем, когда сделаем. А на основании чего, простите, можно вообще построить путь, если у тебя нет, короче, позиции. Обидно будет потратить кучу времени, что является самым ценным ресурсом, да, в нашей жизни, и получить отрицательный ответ. А ты знаешь? Нет! Нет! Это круто! Отрицательный ответ – это круто! Отрицательный ответ – это значит, что у тебя проблемы. Знаешь, что это значит? Я когда-то… Может, проблемы с другой стороны? Нет, 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 нет. Проблема в том, ты делал это для человека, от которого ты получишь отрицательный ответ. Ты понимаешь? Ты делал это не туда. То есть, вот смотри, я приходил, я помню эти времена, когда я прихожу, рассказываю, как мы с Женей сделаем вообще крутой ремонт, там просто пожар. Все там рассказывают, и мне не перезванивают. И я такой думаю. А может, просто потому, что я был шляпой, который не мог бы сделать это даже о том, о чем я говорил. А он это увидел. А он это увидел, конечно. А дальше… А тут я должен видеть. Будучи опытнее. Конечно, будучи гораздо опытнее. Я сейчас понимаю, что себя бы я тогда не нанял, и вообще глупостью было бы меня нанять. Понимаешь? Вот такая история. Но я-то считал по-другому, как бы там… И поэтому, если он скажет нет, во-первых, а, я проделал действительно хорошую работу, с которой действительно он может пойти и просто взять дешевле. Но он мне за это заплатил. Ты берешь за смету деньги? Конечно. Безусловно. Безусловно. Я беру не за смету, я беру за время. За время. Я беру за время. То есть я беру за время за то, что мы тратим наше время на это. Но в момент сметы, когда ты делаешь смету, ты человеку подкидываешь… Да, смотрите. У нас вот это. А у нас вот то. А здесь мы для вас сделали видео. А здесь то. А здесь мы прочитали. А здесь посмотрели. А вот это так. А вот это на этом объекте у нас так. А приедите к нам, посмотрите. И в тот момент человек уже с тобой общается. И ты ему уже автоматически, грубо говоря, продал свои услуги. И вы уже… А если ты этого не сделал за то все время, это твои проблемы. Да. Ты много сделал уже готовых смет? Прилично. Прилично. Все сработали. Ну, отказов он… Смотри, какая история. То есть мы это не делаем, кому попало. Очень часто на середине уже… Ты тоже опытный уже видишь, кому это можно продавать, а кому нет. Естественно. И вообще мне сложно. То есть я очень… Как объяснить? То есть у меня очень глубокий путь, долгий путь клиента. То есть, ну, грубо говоря, и обращаются к нам. Я еще говорю, мы уходим сейчас. Вот я ухожу в сегмент. Сто тысяч квадрат. Все. Я не буду делать ремонты меньше. То есть раньше у меня была гипотеза, что мы делаем 50 объектов. Сейчас я понимаю, мне нахер не нужны 50 объектов. Мне нафиг не нужно 50 заказчиков. Я не хочу. То есть у нас маленькая компания. Я делаю хороший ремонт, достойный, за достойные бабки. Все. Вот я работаю в сегменте. Сто тысяч квадрат. Все. Работай. То есть как бы я изначально это говорю клиенту. Это некий большой фильтр. То есть потому что там, где мы работаем. Все. Великий аттрактор. Все. И как бы, ну, не получится у нас эта гипотеза. Да похер, я пойду делать и за 10 тысяч за квадрат, если надо будет. Ну, это если прям совсем будет плохо. Ну, да. Ну, как бы вопросов нет. Тут дело не в каком-то эге или чем-то еще. А это дело в понимании и осознанности людей. Ты же понимаешь, когда ты проходишь сегмент 15-20 тысяч рублей. Вот этот вот сегмент. Это сегмент, в котором люди уже платят бабки. Но еще сильно смотрят, там докапываются, смотрят какие-то ютубы, запилы, всякую херню теневые. Короче, вот это все. Когда ты переступаешь в полтинничек, там уже как бы, ну, время, там еще что-то смотрят, короче, туда-сюда, там, но уже больше смотрят на сервис. Как только ты переходишь за 50 тысяч, когда ты перешел за полтинник, там что? Сервис. Сервис. Ну, за это и деньги. Там только сервис. То есть, грубо говоря, это и есть сервис. То есть, держать человека в ведении, понять, что ему делают. Ну и ответственность. Да. Естественно, это большая ответственность. То есть, это как, тоже привожу этот пример очень часто, зубной врач. Зубной врач, который сверлит просто молча тебе зубы, и зубной врач, который говорит, сейчас будет немножко больно, сейчас будет вот это, сейчас мы обколем, сейчас вот это, сейчас туда-сюда. тебе гораздо комфортнее у чувака, который тебе предупреждает, что он будет делать. Понимаешь? Ну, то есть у врача. И тут точно так же. То есть ты должен предупреждать. И эта история появилась именно из-за боли. Именно из-за того, что было страшно. То есть из-за того, что мы получили по башке, грубо говоря, тем, что мы и стратили денег больше, чем ожидал человек. Не потому, что мы такие плохие, а потому что мы просто... Причем, это единственная причина была. То есть обычно же как? Начинают там за то, за то, за то, за это, пятое, десятое, у меня к вам никаких нет причин, кроме того, какого хера вы мне не сказали. То есть у меня к вам нет причин, грубо говоря, у меня здесь очень по срокам, а то, что там изменилось 20 раз проекты, пятое, десятое, что у нас оплачено дизайнером за ведение проекта, и которые внесли огромное количество корректив и так далее, и мы не предупредили клиента о том, что он же молча платит, он же молча, а руководитель проекта выставляет эту смету, а мы там делаем шумоизоляцию сверху еще кому-то, а мы делаем то, а мы, короче, решили распилить всю плитку чертовой бабушки на 160 частей, на гидрорезе потом положить, а мы решили, короче, теплые полы врезать потом, а мы решили кондеры вставить, мы вот идем, вот видишь, она толще, куда мы дошли. Уже сделано больше. Это уже сделано, да, грубо говоря, и нам это платили молча, просто молча, тупо, вот вообще не вникая, не смотря, не вникая, просто сколько нужно, оплата на расчет на счет, оплата, оплата, а потом настал момент, когда, ну, как бы и вроде сроки, которые мы говорили, продошли, а у нас еще как бы нет, и цены вроде как бы там, вроде так, а ну-ка, сколько мы там перечислили, там, ага, 30, короче, там, что-то уже, ну, короче, вроде как уже все, а еще нет, и тут оп, и вопрос, а какого хрена? Ну, заранее вот эту сирену не включали. Сирену не включали, сирену не включали заранее, и мы прописали себе включать сирену заранее, ввести человека, то есть… А реально были изменения, то есть, получается… Было до хрена. Был проект, мы примерно посчитали, опять же, что… Проект изменился реально, да? Во-первых, во-первых, мы сказали цену смотреть, опять же, это глупость вот эта. На авторитете, поскольку мы работаем с людьми, кто нас уже знает, так или иначе, либо у знакомых мы делаем, ну, то есть… Ну, да, и сарафан… Сарафан на радио или там YouTube, но YouTube гораздо меньше. Да, в основном сарафан, да, в основном сарафан. И люди уже знали, и к нам как бы пришли с доверием, да, и грубо говоря, ну, то есть, как бы вот сколько, что мы видим, только картинки. И мы по картинкам говорим, что, а, мы знаете, а мы вот эту квартиру делали вот за столько, вот эту за столько, поехали посмотрим, поехали посмотрели, все нормально, все, скинули прайсы, там, примерно человек посмотрел, там, летоплен, у меня что-то среднее будет, ну, окей. А тут оказывается, что не совсем-то среднее. Оказывается, что там в картинках как бы одно, по факту это там центр свет, в котором… Но проблема была неглубокого исследования проекта? Проблема была неопытности и… То есть не то, чтобы даже неопытности, мы что, мы год назад там или там сколько, 7 месяцев назад мы начинали эту квартиру, мы были не такими, как сейчас, да мы точно такими же были, то же самое. Просто мы типа вот на вот этот вот, когда мы привыкли, что там глаза закрывают, говорят, типа ладно, ну, нормально, короче. Я понимаю, я тоже через это… Ну, нормально, короче, мы прошли, то есть… Не в таких объемах, но… А тут нас, короче, шлёк, мы, короче, уже оп, и всё. То есть и тут всё, и у нас новый регламент от боли, да. Да, да, от боли, да. Конечно. Стремимся, короче, в итоге к просчетам полным. Да, я стремлюсь к просчетам полным. То есть мы однозначно, то есть мы как бы, мы долго там обсуждали, там, кто-то против, кто-то там что-то, но все в конце концов сошлись к выводу, что это правильно, это логично. Ты не… без просчета ты не можешь построить дорогу, понимаешь? Это на самом деле прям философия. Философия. Это такой кластер, где нужно продумать, кто тебе точно скажет «да», чтобы не идти, да, чтобы даже не разговаривать с тем, кто нет, скажет. Понимать, для чего ты это делаешь, почему. Это прям реально философия. Интересный очень подход. Я прям кайфанул, честно. Спасибо. С этой… с этого спича твоего. Что, будем финалить? Поедем тусить? Давай. Саня на Днюху приехал, кстати, если что, к Ваньку. Там Женька говорил, вопрос какой ты записал? Женька вопрос записал. Слушай, ну Женя такие вопросы… Так. Как по-настоящему твоя фамилия звучит? Есть такое? Да, да, да. А вот, кстати, видишь, у Жени боль, и он пишет. Спроси, что он спрашивает. Он пишет, ты делаешь полную, окончательную цену на работу перед началом. Понимаешь? Ну, это вот очень важно. Он уже понимает, да, потому что, короче, ну, он видел, что мы проходили. Мы сейчас прям раскрыли, на самом деле. Да, да, да. Смотри, Женька пишет, один в поле воин. Зараза. Да, да. Это он смотрел так. Женька красавчик. Слушай, вопрос от Жени. Как ты следишь за новыми штуками в индустрии? Откуда ты узнаешь? Да, ну, как и все, через интернет в основном. Или где-то, ну, вот, например, как я купил этот манипулятор, да? Как это было? Просто вечером... Манипулятор. Манипулятор для того, чтобы, по крайней мере, скетчап летать. Вот я же от тебя узнал про нее. Да. Да. А я-то ее нигде не видел, ничего. Ну, то есть, как это было? Просто сижу вечером, пью пивко, смотрю Инстаграм, и в Инстаграме какой-то американский чувак сквозь модель пролетает, разворачивается, раз, раз. И он на телефон это снимает, экран свой. Как он это делает? И вот так краем просто цепляет эту штуку. И все, и убирает такая фигня. Я такой, в смысле? Ну, так же, ну, это какое-то как вообще? Ну, это волшебство какое-то. Я давай ловить этот момент паузы. Искать эту штуку. Вот, гугл-картинки, похожие изображения. Вот это все надписи. Начал каким-то образом эту надпись. Там, по его аккаунту шерстил. А никакой информации не было. И как-то вот случайно нарвался. Но я увидел, на самом деле, кусочек этого джойстика. Все. Вот так. Заинтересовался. Потом увидел целый. Офигел. Купил сразу самую топовую фигню. Пришел на завод Жилдармаш. По своим делам там надо было. В отдел проектирования. Смотрю, у них уже есть. Думаю, что я тут раньше не побывал? А даже бы ты не увидел бы. Да, я бы даже не заметил. Мимо прошел бы. Ты не видишь. Ну, то есть, штука какая-то на столе стоит. Откуда я знаю, что она умеет, что она делает. То есть, нет прямо такого, чтобы вот я сегодня займусь изучением индустрии и новых там тенденций. Ну, фиг знает. Где-то вот увидел что-то. Ну, а не так разве это? Ну, да, примерно так. Форумы вот это все, какие были раньше. Помогали тоже. Весело было. Сейчас другая тема. Сейчас другая тема, да. Вообще мне поменялось, так все сильно. Будет день строителя вообще топ. Вообще я в теории, день строителя решил прям, я сделаю прям очень клевое мероприятие. Так, около той локации будет. Увидишь. Байкеры. Байкеры, вообще все дела. Бассейн. Бассейн не будет. Ну, бассейн второй день. Для випов. С кем будет следующий подкаст? Блин, да я вот сейчас думаю. У меня есть идея позвать учителя МГСУ на подкаст. А тему? У меня есть современное обучение, да, проблема. Все обучение в России для мастеров сейчас сводится к обучениям от компании-производителей. Понимаешь, в чем большая проблема? В том, что, короче, нас учат разные бренды, как работать с их материалами. И некоторые, как бы это клево, это очень хорошо, но слишком узко. И у нас огромная проблема, что все проходит от материала. То есть не от знаний, не от боли, не от проблемы, а от материала нам рассказывают. От материала они про боли вообще мало говорят. То есть ты хочешь культивировать знания на атомарном уровне, с самых низов. Я хочу знать, какие проблемы у индустрии обучения в высших учебных заведениях. То есть я общаюсь сейчас. Касаемо строительной сферы? Касаемо, да, МГСУшники. Ну, то есть МГСУ, МИ, ну, то есть строительные московские, ну, короче, вот эти всякие. Ну, их же там учат мазать этим. Не важно, они же люди, они люди, и они есть нормальные ребята. То есть, ну, как бы, они же думают, то есть нету глупых людей, Сань. Ну, они там почему-то. А почему самые такие интересные личности, как правило, самоучки, а не выпускники там каких-то устроительных? Ну, мне интересно поговорить, мне интересно поговорить. Прикольно. Меня не взяли туда, например. Ну, как бы, вот, мне интересно поговорить, понимаешь? Такая штука. Ну, да. Может, самоотвердиться хочу. Ну, да. Потом, я думаю, позвать, ну, я на самом деле сделал серию подкастов до 24-го, вот, и она, скорее всего, не выйдет. То есть, у меня был с Ушаковым подкаст, у меня был прикольный подкаст с Серым Гапченко, там вообще много людей участвовало. Его, наверное, выпущу, потому что с Серым был подкаст в большой аудитории у меня, в Вайконе. Там полный зал был, вот, и мы с ним вот так все сидели. Вот так целый час сидели, да? Больше, больше. Потом еще вопросы мы отвечали, ну, прикольно. Шток-шоу. Такое, ну, это, короче, был тестик, но прикольно получилось. Потом с кем еще мы делали, Андрюха? Ковди был. А, и с Деном, да, и с Деном, и с Фрэнки мы делали, да, да. И с Фрэнки сюда приезжал? Фрэнки был в Москве, да. Фрэнки был в Москве, мы с ним делали, но с Фрэнки точно не выйдет. Вот, он попросил, давай, не будет выходить. А еще, ну, и да, я делал с пацанами. Стесняшка с Фрэнком. Фрэнк не стесняшка, он упертый просто. Он начал упираться сильно. Ну, в нем есть такое, да. Но Фрэнки топчик. Он упертый. Вот. А сколько вообще должен подкаст длиться? Нисколько. Хоть три часа. Расскажи мне. Оскар Хартман сделал подкаст длиной в 30 или 27 часов, да, что-то такое? Ну, короче, да. То есть он позвал всех топчиков, и они каждый час менялись. Или полтора, не помню. Он, наверное, похудел там. Да, он похудел. Он сидел больше суток, короче, ему капельницу даже ставили, короче. Вот этот подкаст, знаешь, о смысле жизни, о том, типа, зачем мы там все это делаем, мы там цели полаганий, короче. Ну, прям топ. К нему приходили такие типы, просто офигеть. Он твой вдохновитель, да, получается? Он, да, да, Оскар Хартман топ вообще. Мы, ну, то есть с удовольствием бы с ним познакомился. Он инвестор больше, он бизнесмен-инвестор. Он с Россией? Вот. Да, он с Россией. Многие его по-разному там называют, но сам факт, что человек давно обрел там какую-то финансовую свободу, да, потому что я считаю, что мы все делаем ради свободы. И очень много интересных и таких проектов, в которых, в проектах, в которых он участвовал, они прям были клевые. Ну, то есть, представь, вот тебе приходит в голову сделать подкаст, самый долгий подкаст в мире. Вот как? Вот давай сделаем самый долгий подкаст. Более того, подготовился. Это искусство. Это искусство пиара, да, это искусство маркетинга, это искусство чего хочешь. Это художественное все равно. Это человек, который просто размышляет, давайте сделаем лучше всех. Да. Он не говорит, а давайте сделаем подкаст. Он говорит, а давайте сделаем самый крутой подкаст. А какой может быть самый крутой подкаст? Гипотеза. А давай подумаем. А там будем говорить про золото. Какая-то глубокая мысль. Нет, а там про мысль. А давайте самый длинный, точно, давайте самый длинный сделаем. Вот так это, наверное, было. Как он размышлял? Я не знаю. Ну, я думаю, что вот, я же говорю, у меня гипотеза есть сделать, получается, с преподавателем с МГСУ. А, МГСУ, вот. Да. И есть гипотеза сделать с незнакомым мне вообще человеком. Вот мне мало знаком чувак, очень мало знаком чувак из МГСУ, кого я хочу позвать. Вот. И есть очень интересная штука. Я бы хотел поговорить с кем-то очень интересным. Возможно, даже с сопряженными там темами, со стройкой, ну, с чем-то. Просто с интересным чуваком, понимаешь? Ну, да. Да. Расслабить аудиторию вообще на общие темы. Ну, да, да. Не, почему на общие? Ну, мы можем в рамках ремонта, в рамках чего хочешь поговорить. По сути, с интеллектуальным человеком. Заказчиком. Да. Вот подкаст с заказчиком огонь. Подкаст с заказчиком. Крутая идея. Другую сторону посмотреть, точку зрения. Да, да. Была такая штука. Просто подкаст с дизайнером, ну, мы сделаем, конечно, подкаст с дизайнером. Вот и с Ушаковым делом. С Ушаковым делом, да. Возможно, пересним. Может быть, и выйдет то, что мы делаем и там особо ничего такого. Когда вообще будет выходить? Вот. Слушай, ну, сейчас, с учетом того, что у нас команда сильно расширилась, думаю, довольно-таки быстро. Я люблю выпускать такое. Я даже свое первое видео не удалил. Ну, то есть мне нравится смотреть на историю. Прикольно. Не люблю удалять видосы. Точнее, я не удалял видосы. Я даже не удалял видео про заказчиков беде. Заказчик беде, да, что-то помню такое. А, это когда Безяева и основит. Безяева и остальные. Помню. Я же тоже, да, там этот репост сделал. Помню, помню, да, 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 заказчик беде. Ну, да. Вот времена, да, были? Прикольно. Ну, и сейчас по-своему интересно. Ну, все как-то идет, смотришь, так оборачиваешься. Такое прям детство-детство там было. Ну, да. По сравнению с тем, что сейчас. По сравнению с тем, что сейчас, да, конечно. Но это же и есть прикольно. Ну, это жизнь, да. Можешь отмотать там года четыре и посмотреть, что же было. Вообще, надо не стесняться себя таким, какой ты есть и двигаться вперед. Да. На этом закончим. На сегодня. Было клево. Спасибо. Мне тоже понравилось. Это был Александр Трушев. Мы на канале Рувим про ремонт. Всем спасибо. Подписочки, лайки, колокольчики. Вот это вся история. Сами знаете. Всем пока. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова